приветствую всех зрителей хочу предложить вам обсудить вопрос тему это как будут развиваться события вот на ближнем востоке и каким образом они могут иметь какие последствия для нашей нынки украины мы можем сказать следующее путин все более глубоко вязнет в сирии и уже теперь не только в сирии но в целом на вот этом пространстве этих стран странные очень интересные практически видно что ну как бы те кто подсказывали данный сценарий событий для путина они хорошо знакомы с геополитической истории советского союза и в целом мира и устройство геополитического мира и геоэкономического энергетического в двадцатом во второй половине двадцатого века как известно после второй мировой войны советский союз пройдя через ряд этапов это смерть сталина приход к власти хрущева устранение хрущева а потом приход к власти брежнева и его группы вот в этот период охарактеризовался таким усилением советского союза стабилизацией и по сути его быстрым развитием но развитие известно базой было это нефть газ и другие полезные ископаемые и вот в этот период как раз интеллектуалами обслуживающими коммунистическую партию советского союза была разработана такая очень интересная теоретическая геополитическая модель это борьбы двух сверх международных центров сверх держав сша как капиталистический центр империалистический и освободитель и защитник всех бедных и развивающихся стран это советский союз который создал советскую социалистическую мировую систему и вот одним из элементов этой системы как раз и были так называемые страны социалистической ориентации это были страны которые к власти приходили обычно диктаторского типа люди авторитаристы из военной среды в основном которые так или иначе для того чтобы удержаться у власти и не пойти под эгиду соединенных штатов и других как говорилось империалистических государств они ориентировались на советский союз на компартию на кгб но и тогда надо идеологически было провозгласить себя страной и строящий социализм страной ориентированная на коммунистическо-социалистические ценности страной отвергавший частную собственность государство которое начинало типа быть социальным и выравнивала все социальные стандарты и вот если посмотреть как раз на ареал северо-африки ближнего востока то там вот таких стран было очень много причем советский союз ориентировался именно на эти страны почему потому что они были богаты природными ресурсами прежде всего нефтью и вот если ну я этот эти вопросы знаю потому что моя диссертация была посвящена вопросам стран нефти экспортеров причем я как раз и писал сравнительный анализ стран социалистических ориентаций и капиталистической которые добывали нефть и имели мощный экспортный добывающий сектор энергетический и вот если брать страны социал ориентации то это было конечно же египет раз сирия 2 ливия 3 и рак 4 афганистан 5 и очень был близок к советскому союзу иран и практически вот это пространство оно как бы было всегда закреплено за советским союзом если посмотреть на арабско-израильские войны войну но брать уже 60-х годов 67-го года войну начала 72 3 война 72 года на 1972 71 72 годов на ближнем востоке в конфликт израиля с арабскими странами то вот как раз это были войны именно за которыми с одной стороны стояла сша которая финансировала израиль миллиардами долларов а с другой стороны это был советский союз который финансировал вооружал и обучал арабские и африканские севера северные страны кстати эфиопия тогда и сомали тоже были странами соц ориентации и вот именно в тот период к власти пришли в ливии тот же лейтенант каддафи тут же после ну нассор а потом его заменил осад вот в ираке как раз саддам хусейн пришел тоже как один из офицеров в сирии тоже пришли люди пришел отец осада вот в египте пришел сначала садат а потом пришел мубарак то есть это все кадры как раз советского союза кгб и коммунистической партии но вот если говорить о вот этих цветных революциях они как раз привели к тому что вот эти кадры были свергнуты и последний их как бы последний такой резерв российского командования остался это именно в сирии осад сын того осада который когда-то был поставлен советским союзом на во главе сирии и вот видимо надо говорить о том что вот этот проект социалист стран соц ориентации он снова был реанимирован его вытащили из запасников и решили реализовывать но уже под другой гидой что защищаются какие-то там типа православные ценности что это территория христианства сирии так далее хотя какое-то христианство если там была страна аккад там была вавилония там была сирия там были другие страны которые народ которых поклонялся идолом разным сатанинским пультом служили и так далее а старте там молоху и валу если не ошибаюсь то есть очень с трудом это все как бы понимается фактически аккада это государство где преобладали левые арии кстати как и в германии может поэтому германия меркель их таких с так и принимает по-братски что они являются по сути единокровными генетическими для них в расовом отношении этническим материалом и мы с вами видим что путин как бы сделал ставку на восстановление в новой редакции вот этого пояса союзнических стран как единого геополитической пророссийской сублимации такой чтобы удержать российскую федерацию от распада и но мы сейчас уже должны говорить что путин не так в него все это легко стало получаться он по сути загружая загрузнет в сирии очень серьезно хотя конечно ему идет большое подспорье из ирана и с ирака из того с того же афганистана и сейчас открыто стал его поддерживать египет и новые власти египта и по сути мы видим что очень интересная операция вот с этими мистралями сделаны которые типа купила египет у франции и я думаю что эти мистрали в конце концов должны оказаться у путина потому что они ему нужны именно как такие канонерки для нанесения ударов по странам именно противникам так называемого вот это сирии и так далее и египта и ирака и прочее ну и тут опять мы как бы входим вот появляемся снова на сцене украина но к ней еще дополняется молдова и румыния болгария может кстати появится потому что по сути готовится удар с южно с южного направления то есть мы должны говорить что если появятся эти мистрали они очень хороши для того чтобы бомбить скажем приморское побережье они хороши для того для того чтобы попробовать сделать так называемую сепаратистский анклав под названием бессарабия то есть нанести удар сразу и по молдове активизировать приднестровье и нанести удар по южному побережью украины то есть по сути уничтожить наши новые базы флота и наших военно-морских сил в районе одессы можно там выходить тогда и на николаев и даже на херсон то есть практически обрезать у нас сейчас как бы обрезали нам крымское побережье а теперь стоит задача обрезать нам вообще и черноморское побережье плюс захвачена часть азовского побережья возле района мариуполя то есть на вазовск сожалению захвачен то есть мы видим что путин не успокаивается наоборот он переносит акценты для того чтобы замкнуть украину отрезав ее черного моря но это вписывается всю концепцию дугина о том что украине украины надо забрать прибрежные причерноморские при азовские земли и тогда россия будет контролировать полностью черное море то есть здесь двоякий такой процесс мы наблюдаем и вот делается это будет именно через вот эти страны бывшие соц ориентации и египет будет играть очень важную роль не надо забывать также о том что вот эта попытка путина возглавить вот эти арабско мусульманские языческие страны она направлена еще на то чтобы получить от них пушечное мясо он понимает что уже бурятами там и калмыками и там тувинцами уже как говорится не обеспечишь победу над украинцами а украинцы русичи они те которые есть в на территории российской федерации они не хотят воевать против своих братьев украинцев и естественно ему надо именно такая саранча которая представляла бы негров северной африке мусульман и так далее которая бы воевала против русичей украинцев и это пушечное мясо он думает получить именно вот с этих стран но и вышеназванных поэтому нельзя ждать пока сейчас он хорошо в груз уже в сирии а сейчас он будет еще у него проблемы на кавказе начинаются там идет мощный дагестан в дагестане сопротивление я думаю недолго чечня будет спокойно и там тоже сейчас начнутся серьезные выступления еще неизвестно что ждет кадырова и вот я думаю начнется очень хороший процесс когда но надо убрать конечно порошенко от власти и кучму и вот эту всю старую бригаду то есть надо и киценюка естественно турчина надо привести к власти вот национал патриотов про европейские про натовские силы тогда мы можем восстановить контроль над границей в районе лугандонии выбить их с азовского побережья и мы в состоянии тогда начать готовить свои силы для освобождения крымского полуострова причем можно не сразу бить по крымского полуострова можно готовить хорошие наступательные штурмовые бригады национал патриотов добровольцев которые готовы брать под контроль приграничные российской федерации города прежде всего конечно надо говорить о возвращении стародубщины брянской области там все условия для этого есть тогда можно переходить наступление на воронеж возвращать воронежские земли можно тогда говорить о ростове то есть мы можем тогда начинать хорошо штурмовать путинские силы именно на этих направлениях и я думаю это станет очень весомым подспорьем для того чтобы потом освободить крымский полуостров от московских когибистских оккупантов